Сегодня у нас с вами очередной эфир, в котором мы продолжим изучать с вами книгу «Уникальные пособия для требующих знаний». И первое, про что мы будем говорить, это о предостережении не выставлять себя знающим и не превозноситься этим. Аль-Хафиз Аль-Мунзири написал главу «Предостережение не выставлять себя человеком, обладающим знанием и знающим Коран» и привёл в ней следующий хадис. В хадисе о Мусе и Хидри или Хадире прибудет над ними мир, для которого имам Аль-Бухари выделил главу в своём сборнике сахих в разделе «Книга о знаниях» и назвал главу о том, что желательно говорить учёному. Если его спросят, кто из людей самый знающий, то пусть предоставит знания об этом Аллаху. То есть, однажды пророк Муса, то есть история про пророка Муса, однажды его, то есть пророка Мусу, мир ему, обратившегося с проповедью к израильтянам, спросили, кто из людей обладает наибольшим знанием. И он, то есть без какого-то там сомнения, что ответил, «Самым знающим являюсь я». И Аллах выразил ему за это своё порицание, так как Муса должен был ответить, что это известно только Аллаху. То есть он мог сказать, что я считаю, например, что я самознающий, и Аллаху Алим, то есть только Аллах знает на самом деле, кто самознающий. И Аллах не спослал ему откровения. Он не спослал откровения. Сказал, «Поистине, один из рабов моих, живущих у места слияния двух морей, знает больше, чем ты». То есть Муса, он считал, что он самый знающий, но это знание только ведомо Аллаху спонаталя, и сказал, что есть более знающий. И Муса спросил, «О, Господь мой, как мне найти его?» Да, то есть следует говорить, что это ведомо только Аллаху спонаталя. И выражать, если выражать то своё мнение, возможно, он так знает или так думает, но всё ведомо только Аллаху спонаталя. В другом хадисе, со словом Омара ибн-Хаттаба, рогаллаху ангум, сообщается, что однажды посланник Аллаха сагаллаху алейхи васселям сказал, «Ислам будет одерживать верх, пока купцы не перестанут часто пересекать моря, а конница сражаться на пути Аллаха». А затем появятся люди, которые будут читать Коран и говорят, кто лучше нас читает и знает наизусть Коран, кто лучше нас знает религию, кто лучше нас разбирается в вопросах мусульманского права. Затем он спросит своих сподвижников, есть ли в этих людях хоть что-нибудь благое? Они ответят, Аллах и его посланник знают лучше. Он сказал, будут они из вашей среды, из числа этой общины, и это они послужат топливом для огня. То есть, когда в начале вот эти вопросы, как бы такие риторические, да, то есть с горделивой, да, а кто лучше читает, да, а кто лучше знает, да, то есть здесь сам задающий или сами задающие этот вопрос, да, они задают это с хостовством, с горделивостью, да, что вот мы такие, и не принимается какое-то другое мнение. В Афат-эль-Раим говорится, знание — это дар великого и могущего Аллаха, обладателям чистых сердец, которые не стремятся к высокому положению на этой земле и не желают творить нечестие. Да, то есть, ну, должны понимать, что на самом деле знание, и каждый человек, которому доступны какие-то знания, что это не что-то обыденное, да, а на самом деле это дар от Аллаха Субханава Тааля, что если человек обладает чистым сердцем, приобретение этих знаний они его возвысят, да, то есть они возвысят, но сам человек, он не должен как бы стремиться только к какому-то земному высокому положению или, ну, как бы получить какое-то там одобрение от людей или еще что-то, да, то есть человек должен требовать знания, стремясь к довольству Аллаха Субханава Тааля, а не стремясь к довольству людей. Оно горе для тех, которые совершают свои поступки, поступка не ради лига Аллаха и направляют свои устремления не к нему, да, то есть это будет свидетельствовать против них, так как если знания получаются не ради Аллаха Субханава Тааля, да, то это будет как бы горе для них, это будет свидетельствовать против них, что они это делали не ради лига Аллаха Субханава Тааля. Поэтому они часто выставляют себя людьми знающими и превозносятся этим, но если бы они поразмыслили, то обратились бы к знающим и обратились бы к самим себе и поняли, что все в руках Аллаха, и что Аллах произвел на свет людей из утропных матерей, не знающими ничего. То есть все это по милости Аллаха Субханава Тааля, да, каждая буква, каждое знание какое-то полученное человеком, да, это только по милости Аллаха Субханава Тааля, потому что даже братья, не знаю, близнецы, да, они могут по-разному или знания иметь разные, возможности даже разные, потому что какие-то даже возможности физические могут иметь разные, да, несмотря на то, что они прям вот от одной матери и, возможно, родились прям в одно и то же время и как бы приближенные. И только вот по милости Аллаха Субханава Тааля, да, они стали вот получать те знания, которые получили. Затем он научил их, предоставив им средства приобретения знаний и даровав способность понимать, да, то есть это способность, ну, это Аллах Субханава Тааля, но иногда Аллах Субханава Тааля дает эту возможность многим, и сейчас мы это часто видим, но люди пренебрегают этой возможностью, пренебрегают вот этим даром от Аллаха Субханава Тааля, да, то есть отбрасывая его, откладывая, но потом не понимая важности, что это нужно делать здесь и сейчас, а не когда-то потом. Возможно, потом такой же возможности и не будет. После чего он оказал им милость, устранив все препятствия, возникшие у них на пути знаний и отвратив все преграды, отвлекавшие их от его приобретения. Да, то есть, значит, это вот такая глава, да, что здесь нужно понять, что не следует выставлять себя знающим, как бы по, потому что именно он вот такой умный или что это все только благодаря самому человеку. Нет, это только по милости Аллаха Субханава Тааля, да, и только Аллах знает, знающий он, да, то есть он знает, он может сказать, да, я считаю там, что я вот обладаю такими-то знаниями. И Аллаху Алям, да, Аллаху Алям, возможно, есть те знания, которые человек, он, не дошли до него в полной мере, да, потому что мы знаем там всегда что-то новое появляется, да, и всегда есть вот куда стремиться к получению знаний. Следующая глава, когда ученому дозволено восхвалять самого себя и приписывать себе знания, то есть, ну, какие это случаи, да, или в каких ситуациях. Ибн Абдулбар сказал, благовоспитанный ученый не притязает на то, что знает плохо, и не хвалится тем, что знает хорошо, если в этом нет нужды, как был вынужден это сделать Юсеф, мир ему, когда сказал правителю Египта, да, то есть здесь, перед тем, как прочитать, важно понять, что иногда в некоторой ситуации бывает, что не нужно, ну, как бы так скромничать, да, то есть человек, он говорит о том, что у него есть знания, чтобы другие тоже этими знаниями воспользовались. Иначе, если он, знающий, будет, как бы, эти знания в себе вот так скрывать, то никто не узнает, что он знающий, к нему не будут, ну, как бы, за помощью о получении этих знаний обращаться, и знание может, как бы, утеряться, да, он не будет полезен. Поэтому, если эти знания, ну, как бы, не знают, что он является обладателем, и есть нужда у уммы, да, в этих знаниях, то следует все-таки указать на то, что человек, он именно знающий. Это не будет как выставление или гордость какая-то, да, а именно он видит, что в этом есть нужда. Как это было с Юсуфом, алейхиссалям, да, когда он сказал правителю Египта, поставь меня над хранилищами твоей земли, ибо я знаю, как следует хранить. То есть он сам сказал свои достоинства, да, видит, что он это справится с этим, и будет полезен, да, он будет полезен, потому что эти знания у него есть. Потому что рядом с ним не было никого, кто знал бы то, чего он достоин. Да, то есть никто не знал, что он знающий в этом вопросе, никто не мог его, как бы, ну, порекомендовать, так сказать, кому-то, да, и поэтому он, ну, вынужден был сказать, да, я вот знаю, поставьте меня, я эту, я эту должность могу выполнить, да, и это задание, ну, как бы, могу выполнить, и никто рядом этого не сможет так сделать, как я. Так, потому что рядом с ним не было никого, кто знал бы то, чего он достоин, воздал бы ему хвалу за его заслуги и справедливо предоставил бы то, что ему причитается, да, то есть, и чтобы эти знания не потерялись, и какая-то, как бы, ну, казалось бы, излишняя скромность здесь, да, то есть здесь скромность неуместна в этом случае, потому что его умолчание бы своих достоинств и своего знания в этой ситуации привели бы, ну, как бы, к большему вреду, да, то есть бы не было бы пользы, и, соответственно, не только бы не было пользы, а был бы и урон, и ущерб для других, потому что, ну, не было кому бы сделать это, ну, должным образом. И Юсуф мир ему решил, что если кто-то другой из его современников займет это место, то не сможет выполнить всех своих обязанностей по отношению к великому и всемогущему Аллаху, должным образом. И Юсуф мир ему старался добиться этого, лишь стремясь к установлению истины, насколько предоставлялось возможно, да, то есть есть у него намерение это сделать ради Аллах Супа Наталья, да, потому что другой никто не сможет сделать это должным образом. И Юсуф, значит, вот это сделал, да, ради Аллаха. В подобных обстоятельствах знающий человек может восхвалить самого себя и обратить внимание других на свое положение, да, то есть когда видит, что люди, например, ну, идут в какое-то другое направление в плане того, что они не видят, что есть выход, да, какой-то правильный. Да, он говорит, я вот, я знающий в этом вопросе, я могу вам подсказать и обратить внимание на себя, на свои знания. На свое положение его слова станут рассказом о милости, дарованной ему его Господом и выражением благодарности ему за это. Разъясняя слова Юсуфа, мир ему в вышеупомянутом аяте «Поставь меня распорядителем сокровищниц этой земли, ведь я поистине хранитель знающий». Аль-Куртуби сказал, этот аят указывает также на то, что человек может просить для себя какую-либо работу, если он ее достоин, да, то есть если человек видит, что эта работа ему, ну, как бы, под силу, он ее достоин, и он может ее выполнять, он может себя, ну, как бы, ну, описать, да, можно не совсем хвалить прямо, а просто описать, что я могу сделать то-то, то-то, да, то есть я на эту работу, например, подхожу, да, стою, а также он указывает на то, что человек может приписывать себе знания и заслуги, которыми он действительно обладает, да, то есть описать себя правильно, да, то есть я, например, знающий в таком-то, в такой-то отрасли, или я могу выполнить эту и эту работу, если он действительно может это сделать и видеть в себе вот такой потенциал. Аль-Мауар здесь сказал, это относится не ко всем без исключения качеством человека, а касается лишь тех случаев, когда это предоставляется уместным или принесет этому человеку реальную пользу, да, то есть реально будет польза. Во всех же остальных случаях это недопустимо, так как может оказаться бахвальцем и лицемерием. Если же вместо этого он оценит какой-либо другой из числа, его оценит какой-либо другой из числа уважаемых людей, то это будет более подобающим для него, да, то есть какой-то дает как бы рекомендацию. Это более как такой отзыв о его работе, если это уже было, или о его нраве, или о его каких-то достоинствах, если он уже где-то их проявил. Юсуф же был вынужден прибегнуть к упоминанию о своих достоинствах, если учесть то, что ему пришлось пережить ранее, и то, что он желал вернуть свою семью, да, то есть он как бы не видел того, кто знал о его бы достоинствах в данной ситуации, мог бы его как бы порекомендовать, да, и поэтому он начал сам себя уже и рекомендовать на эту должность. Так. Хорошо. Седьмой пункт — это основные признаки искренности в поисках знаний, да, то есть искренность — это основа, в принципе, принятия вот как бы любого дела, да, то есть если человек искренне намерение свое устремляет к довольству Аллаху по Наталье, да, то есть надеется на то, что Аллаху по Наталье будет доволен его действиями, его намерениями и так далее, то это действие будет принято. Поэтому это очень важно. И какие признаки? Ты не должен завидовать тем, кто также приобретает знания, да, то есть когда человек вот он думает, что вот я вот искренне там устремился к поиску знаний, да, и эти признаки, они помогут определить, действительно ли ваше намерение искреннее или в нем есть какое-то вот немножко зерно чего-то, что нужно исправить, да, к чему нужно стремиться. И каждый смотрит и отмечает, что бы ему следовало исправить, если есть какие-то вот погрешности в его намерении. Ты не должен завидовать тем, кто также приобретает знания, да, то есть если кто-то тоже приобретает знания, не следует ему завидовать, вот ты приобретаешь, не надо приобретать, я вот сейчас приобрету эти знания, да, и буду самым умным, то есть в таком, а вы все стойте там как бы на месте, да, то есть не следует так быть, да, то есть завидовать в таком негативном. Сюда же относятся слова имамы Анауи, да смилостивиться над ним Аллах, который говорит о благовоспитанности учителя. Он не должен обижаться на своего ученика, если тот учится у кого-то еще. И это беда, постигающая невежественных учителей. Из-за их глупости и недобрых намерений это явное свидетельство того, что они обучают не ради алика Аллаха. Это очень сейчас распространено, да, когда некоторые говорят, да, вот вы у меня учитесь и все, то есть в такой практике, в моей даже были вот такие, когда некоторые так говорили, ну, не я, а, допустим, мою сторону, да, что вот вы учитесь, когда знали, что, например, у меня учатся еще у кого-то, вот если вы, говорят, если учитесь у меня, то вот не учитесь у Малик, там, сожгите все тетрадки и все, чтобы вот только у меня это было, да, то есть в такие ситуации это, ну, как бы нужно сразу задуматься, то есть ради чего это, да, возможно, какие-то, бывают разные подходы к обучению, да, разные методы, да, но когда только ради каких-то, ну, таких мирских, да, пониманий или каких-то своих вот так вот объясняется, да, то есть что, ага, то это, получается, ну, невежественность учителя, то есть он хочет, ну, как бы показать свое превосходство, да, возможно, в чем-то кто-то превосходит, да, кто-то, например, может сказать, что, ну, в какой-то отрасли кто-то лучше, кто-то, ну, не может человек во всех отраслях быть идеальным, да, например, кто-то скажет, я вот там знаю хорошо арабских, кто-то скажет, я больше там на фех специализируюсь, вот больше в этом углубился, кто-то больше в Коранах, кто-то больше в Коране просто, например, там, таджвит и вот какие-то правила, кто-то в Кираат, кто-то еще, ну, то есть у каждого может быть какой-то, ну, так сказать, в чем-то он отличается, больше, чем другой, да, даже ученые, когда вот ученые, например, там, по фех, обычно, алим, да, то есть он, это знающие в фех, да, вот всякие такие моменты, но, как правило, ученые такие, например, они не знающие в Киратах, в Коране, вот они знают о всем, но они, например, не знают вот эти моменты в чтении, да, то есть они, ну, как бы знают общий такой основа, но они в этом не углубляются, потому что они специализируются вот именно на таких межлечностных отношениях, да, на семейных, например, на семейном праве, на, там, ну, то есть на таких моментах, да, и вот ученые этим отличаются, ну, бывают и которые, там, еще какой-то отрасли дополнительно, потому что, чтобы углубиться в одну, да, на этого нужно очень много сил, стараний и практики и так далее, вот, и когда ученый какой-то говорит, да, что вот учитель, вы не учитесь у кого-то другого, здесь следует, как бы, уже задуматься, да, то есть нужно, можно, да, вот обмениваться опытом, потому что на самом деле каждый учитель, он будет полезен для вас, даже если этот учитель не подойдет вам, он будет полезен для вас, то есть вы посмотрите, как бы вы не хотели, например, чтобы в дальнейшем про вас, например, думали ваши студенты, да, если вам покажется, что вот там учитель очень, ну, грубый, например, или еще что-то, и вы посмотрите, что так делать не нужно, да, то есть это как бы отталкивает, и это будет вам, вам же уроком, потому что, когда вы видите от разных учителей, вы можете взять что-то, ну, что-то сделать ваше, да, то есть ваш личный такой микс вот этих качеств подобрать под вашу, ну, как бы, под вашу личность, и потом преподавать, например, те же знания передавать, как бы своим особым подходом. Поэтому такой вот пункт интересный и важный. Второе, ты должен признавать свои ошибки, исправлять их и открыто заявлять об этом, если это необходимо. Да, то есть иногда все могут ошибаться, да, то есть, например, кто-то на каком-то этапе своего, ну, получения своих знаний придерживается какой-то, ну, например, он видит искренне, думает, что вот что-то так. Потом он получает больше знаний и понимает, что есть какие-то моменты неправильные или они более точные уточняют. И он может с легкостью понимать, признать свою ошибку, сказать, вот я там был неправ, вот сейчас я возвращаюсь от своей ошибки, и, как бы, мое мнение вот такое, да, согласно вот таких-таких доводов. Потому что на тот момент у него были доводы там другие или, может быть, были ограничены, и, соответственно, было мнение другое. И часто мы видим, даже вот в современности, это очень можно проследить. Иногда ученые, правда, не говорят, что это их ошибка, они просто исправляют само по объяснению. То есть иногда это видно, например, по объяснению. То есть, например, ну, например, там 10 лет назад объяснял там какую-то тему, это вот в записях часто мы видим уже так, как есть, так регистрация, да, видео там или аудио. Например, какую-то тему вот так, а какие-то есть корректировки, через 10 лет мы видим уже что-то там изменилось в объяснении, да, то есть есть какие-то добавления или небольшие изменения. То есть это видно, что уже, ну, как бы продвинувшись в знании, возможно, под, ну, мнение изменилось. Или, ну, это не означает фиг, да, там это в вопросах, например, объяснения какой-то темы. В Тадж-Виде вот иногда такое бывает, то, что я тоже проследила. Ты не должен пренебрегать использованием знаний того, кто младше или человека более низкого по своему положению. Да, то есть мы знаем из примеров сахаб, что были такие, кто был очень молодой и более старшие сахабы, да, следовали за их мнением согласно его положению в знании, а не согласно его возрасту. Потому что иногда вот у нас бывают такие ситуации, да, что, ну, часто, когда студенты могут старше, чем учителя. И, конечно, каждому нужен свой подход, да, то есть к старшему поколению, как бы уже кто старше, чуть-чуть по-другому. То есть они уже такие немножко, как дети, например, им сложнее в каких-то моментах. Более молодого по-другому. Но само отношение, да, к учителю, что, например, что, когда человек говорит, я не пойду там к младшему, да, например, ученику там 30 лет, а учителю там, допустим, 25. Нет, потому что он там, это как бы меньше меня возрастом. Но смотреть нужно по знаниям, да, потому что необязательно, что этот человек хуже его. Это не означает, что он хуже. Ну, допустим, кто-то человек врач. Ну, закончил учиться в 25 лет, вот врач. А кто-то специализировался по, например, изучению Курана, там, шариатских наук. И в 20 лет, например, уже какой-то тоже имеет знание. И человек, который вроде 25 лет он врач, он специалист в своей отрасли, да, в своем вопросе. А этот в другом. Это не означает, что он как бы хуже или лучше. Просто в этом конкретном вопросе, возможно, это более знающий человек. Поэтому к нему стоит обратиться. И ничего здесь такого нету. Не нужно, как бы, переживать по этому поводу, да, что вот я там более старше, или что я старше, чем, там, мой учитель. Ты не должен торопиться выносить фэтлы, решение по религиозным и юридическим вопросам, так как человек, испытывающий в душе страх перед Аллахом, боится ошибиться, поспешно вынося решение. Да, это вот сейчас у нас такой прям проблема века, когда в интернете каждый второй, а то и каждый первый у нас шейх и прям слышит какое-то там, не знаю, какое-то выражение, и сразу приговор, как это, смертный приговор выписывают, а ты туда и еще клеймо на кого-то ставят. То есть это, конечно, недопустимо, да, потому что знающий человек, он перед тем, как вынести какой-то, ну, как бы, так сказать, приговор или какой-то юридический хоком, он понимает, что, возможно, этого одного предложения недостаточно для этого. Нужно изучить вопрос, нужно понять то, 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 да, и у него сразу такая в голове вот эта амена получается, да, то есть он понимает эту серьезность этого и не спешит вынести, да, там какой-то хоком по какому-то вопросу, пока он не знает всех там основных этих каких-то пунктов, которые должны быть, или некоторые прям требуют индивидуального, личного, ну, как бы, контакта, а не просто там какое-то предложение в интернете. А кто там прочитает предложение и сразу, а, там вправо, влево, то есть уже выносит это хокомы, как семечки щелкает, все, то есть уже такой специалист, потому что там прошел какую-то тему по феку. Нет, это, ну, важные вопросы, важные такие пункты, которые нужно иметь в виду и не разбрасываться вот такими важными вопросами, да, то есть не разбрасываться тем, потому что часто это показывает пренебрежение к этому знанию, да, то есть если человек вот полностью не знает все нюансы и при этом по каждому поводу, после каждого предложения или вопроса у него есть какой-то хоком, то это говорит скорее о его некомпетентности, чем о компетенции, да, то есть он должен, ага, вот это такой-то вопрос, более подробно знать, сказать, что на основе этого знания, например, кто-то я могу сказать, или может быть еще там есть вариантов, а не конкретно что-то одно просто говорить и выносить какое-то решение. Пятое, ты не должен притязать на то, что знаешь плохо, и не хвалиться тем, что знаешь хорошо. Малеке бен Динаер сказал, если раб Аллаха приобретает знания с тем, чтобы использовать его, то приобретенное знание улучшает его нрав. Если же он приобретает знания для иных целей, то оно делает его еще более прочным, порочным и высокомерным. Да, то есть мы, в принципе, рассматривали этот вопрос, да, сегодня по поводу того, чтобы… Ну, здесь еще такой пункт, что то, что ты, в принципе, плохо знаешь, да, то не нужно вообще туда лезть, как бы, да, вот это, в принципе, предыдущий пункт. То есть торопиться в выносении «за», когда человек, не знающий досконало какой-то вопрос, он начинает уносить, ну, как бы, такие фатлы, которые… Он не является даже тем, кто может их выносить. Да, он может просто там, например, указать, куда можно обратиться или еще что-то, или какой-то источник, куда посмотреть, или в таком плане, но сам выносить не может их. Ты должен иметь искреннее намерение применять приобретенное тобой знание. Абу Алюалид Атайя Люси сказал, «Они желают собрать лишь как можно больше хадисов, а кто боится Аллаха, тому достаточно и малого их числа. Кто-то из них собирает целые сборники хадисов и так далее, и тому подобное, чтобы обратить взоры людей к себе». Да, то есть не в количестве, да, вот этих знаний, а в качестве. Потому что иногда достаточно понимать один, два, три хадиса и следовать, согласно этому хадису, лучше, чем знать тысячу хадисов, допустим, на память, и не следовать ни одному из них. То есть, конечно, следование будет более правильным. Это вот, это можно, вот это приобретенное знание, как бы вот сейчас такая у меня аналогия с тем, что, так как моя специализация в Куран, да, и течение, это то, что многие сестры приходят вот на заучивание Курана, да, и говорят, вот мы хотим заучивать, вот там заучивать хотим, там, каждый день, допустим, по странице. И, ну, как пример, я говорю, да, то есть настроены на количество. То есть вот, и когда начинают читать, там полно ошибок. Начинаешь их притормаживать, здесь ошибка, здесь ошибка, здесь ошибка. И у них не хватает терпения на то, чтобы, ну, как бы отработать это. Они хотят идти дальше, и получается просто, как бы, количеством, да, что, а, я знаю, например, там, не знаю, полка рана наизусть. При этом в каждой строчке по 5-10 ошибок. Когда человек скажет, я знаю один дюз наизусть, ну, я его знаю прям без ошибок, как бы живу, понимаю, что я там читаю, следую этим, это более ценно, чем если будет говорить, что даже весь Куран наизусть. При этом, ну, как бы, это даже, ну, условно нельзя назвать Кураном, так как это там будет ошибка за ошибкой. Человек не понимает, что он читает, он не живет за тем, что он читает. Так что будет лучше? Конечно же, лучше, когда это будет приобретаемое это знание будет применяться, да, применяться, и оно будет правильным, а не просто вот такое количество, искаженное, да, то есть это то же самое, когда делать ошибок много, и в хивзе, и в произношении, и так далее. Поэтому лучше такими маленькими шагами, но досконало, да, то есть правильно читать, произносить, проживать эту каждую букву, это каждое слово, понимание, каждого яда. Потому что многие, да, читают, учат что-то, часто это бывает, это буквально, ну, наверное, у всех, там, за малым исключением, что я там выучил то-то и забыл. И еще в таком плане. Вот. Идем дальше. Ты должен переживать, если упустишь какое-то дело, так же, как переживаешь по поводу упущенного тобой знания, или если ошибешься в каком-либо из его вопросов, да. Один поэт сказал, мы не любим ошибок, что в словах произносим, но ошибки в делах, на нем в тягость. Да, то есть, когда что-то упускаешь, да, из каких-то дел, то часто думаешь, ну, и там, это должен сделать, это должен сделать. Когда же что-то знание упускаешь, или ошибаешься, вот как перед этим примером было, да, то есть, это как-то мимо, ну, ничего там, ничего страшного, то есть, это не принимается вот так, так же важно, как какое-то дело мирское. Поэтому нужно не только думать о каких-то мирских делах, как о важных, а вот о тех знаниях, которые упущены, которые могут быть приобретены, но не приобретаются. Ты не должен обращать внимание на похвалу людей, свой адрес, и стремиться к этому. Да, то есть, стремиться к похвале, чтобы вот я это сделаю, чтобы меня там похвалили, или это сделаю, чтобы мне там сказали, что я вот такой там хороший и, не знаю, там, умный и еще какой-то. Да, это, это может такое случиться, да, если ты это сделаешь, но чтобы это не было то, к чему человек стремится. То есть, если человек ловит себя на мысли, что он это делает ради того, чтобы ему кто-то похвалил и сказал, вот ты такой классный, то нужно подумать об искренности его, ну, как бы намерения. То есть, сам каждый себе может это подумать, задуматься. То есть, эти пункты не для того, чтобы кого-то оценивали, да, а вот он там искренний, а он тот, он. Нет, вы каждый подумайте просто о себе, да, то есть, не нужно прям указывать на кого-то или вот в данный момент иметь в виду какого-то там третьего человека, который, вот он, наверное, не искренний, искренний, а просто каждый должен эти пункты через себя как бы пережить, посмотреть на себя. Если каждый это в себе будет искоренять, то, соответственно, у всех это будет, да, а не просто искать ошибки у кого-то, что кто-то там искренний или неискренний, и вот, а я такой весь искренний. Нет, нужно вот думать о себе. Девятое, если ты узнаешь о заблуждении одного изученной, то не должен злорадствовать, считая, что это умаляет его достоинство, но должен радоваться, если он исправит ошибку и становит истину. Ведь справедливый человек почти уверен в том, что у каждого имема есть ошибки и заблуждения, особенно у тех, кто много делает. То есть, когда кто-то делает какую-то, ну, ошибку, да, совершает, не следует вот так, о, вот он такой умный, такой вот знающий, а ошибается. ну, то есть, как бы, такое злорадство, да, или, ой, там он себя считает таким заучкой, а тут ошибается, то есть, сразу как будто его понижаешь, да, или еще что-то. То есть, так, если человек делает это, да, нужно или сделать, например, за него дуа, или, ну, как бы делать дуа, чтобы он исправил эту ошибку, если это какая-то такая ошибка, не просто автоматически, да, например, идет случайно, а именно, действительно, он, ну, считает это, да, потому что бывают ошибки, ну, там, случайно какие-то, там, проговорил, что-то не так сказал, или еще что-то оговорился. И часто тоже у ученых, да, кто-то там оговорился, или запутал, что-то сказал, недослышал, такую бывают ситуацию, ученый ответил, ну, из того, что он понял из ситуации, да, а потом кто-то начинает это переворачивать, искажать, и еще что-то, да, и не уточняет, что, возможно, было какое-то недопонимание. То, что человек справедливый, да, он понимает, то, что человека не бывает без ошибок, да, то есть это как бы ангел, который вот следует каким-то, каждый человек, у него есть, ну, такая, ну, данность его, что он ошибается, да, то есть он может что-то неправильно понять, где-то ошибиться, и все мы просим, чтобы Аллах направил нас на правильный путь, чтобы какие-то знания утвердил, чтобы направил на путь близких, там, родных, да, тех людей, которые важны. То же самое нужно делать и для знающих людей, для тех, кто как бы во главе стоит, да, кто, в принципе, ведет за собой, да, потому что это очень важно, и понимать, что они тоже, вот как бы люди, потому что вот это, ну, как бы считание, или как сказать, когда человек считает, что некий другой человек, он идеален, без ошибок, да, то есть это уже как бы какой-то идол, да, который не может быть, не может никакие ошибки делать, а это уже, ну, неправильно, потому что только у Аллаха, спа-на-та-Аля, все качества идеальны, да, а у человека такого не бывает, и получается уже несоответствие реальности и того, что человек себе воображает. Десятое, абсолютной искренностью можно назвать то, о чем говорит имам Анауи, а также является одним из его признаков, не запятнать свое знание и свои занятия с людьми чем-то подобным желанию выгоды, которую он может получить от учеников в виде услуги, денег и другого, даже в небольшом количестве, даже в виде подарка, который он не подарил бы ему, если бы не занимался у него, да, то есть, например, если человек дарит что-то ради Алла-Аспона-Та-Аля кому-либо, и он может это сделать только, да, тому, ну, как бы сказать, что если человек был у меня не учился, например, или, ну, не совсем не учился, например, не делал мне какую-то услугу, то я бы этому, это бы ему не сделал, да, то есть не сделал бы ему взамен такую же услугу, или, как бы, даешь ему эту услугу только ради какой-то выгоды, что, ага, он потом мне взамен, например, даст там какую-то, не знаю, там, скидку в магазине или еще что-то такое, да, то есть здесь уже немножко неискренность в, в, дается, да, то есть если человек изначально не поставил какие-то условия, да, то есть как условия, например, есть конкретный, явный, да, что, как объяснить, то есть есть определенные условия, учитель, например, да, он дает определенные условия на занятия, и если эти условия в них, внутри, да, то есть если вы посещаете занятия, такие-такие. Если в этих условиях не указано что-то, что там будет какая-то скидка или какая-то выгода учителю помимо указанной, но учитель этого желает как бы внутри, то есть, например, что не скажу ему, но имеется в виду, что вот я бы хотел положение какое-то или чтобы эта семья, например, в группе этой семьи войти, которая, например, значимая или богатая, и у меня будут какие-то бонусы от этого. То есть, это уже что-то другое, это уже человек, он не совсем искренний в своих в своем намерении, то есть, он не говорит то изначально, что он хочет, это у него скрыто, он хочет что-то того, что он изначально ему как бы как в виде услуги не обещали. Так, это такие 10 пунктов, про которые мы говорим. и еще последнее, то, что мы сегодня с вами возьмем, это что может, что поможет тебе проявить искренность и возыметь добрые намерения, да, то есть, что ну, как помощник в том, чтобы эта искренность пришла. ну, помимо того, что до этого сказали, да, что вот те 10 пунктов, да, то есть, это то, что не должно как бы быть, а как этого добиться, да, что же поможет добиться, чтобы таких неискренностей не проявлялось. первое, это помни, что никто из людей не сможет ни причинить тебе вреда, ни принести тебе пользы, иначе, как соизволение Аллаха. Так, не обращай же на них внимания. Имам Ан-Науи сказал, пусть избавление от рия, совершение поступков на показ, это знание того, что люди в действительности не могут принести ему ни пользы, ни вреда. Путь избавления от рия, да, то есть, и пусть он не отвлекается на них, причиняя себе беспокойство, нанося вред своему веросповеданию и сводя на нет совершенные им добрые поступки. Иначе он навлечет на себя гнев Аллаха и лишает себя его благоволения. То есть, когда человек понимает, что все по воле Аллах по на таре, да, то есть, и тогда он не делает что-то просто на показ, не делает что-то, чтобы показать, что, например, ну, он показать что-то другое, не такое, как на самом деле, да, есть. То есть, если человек делает что-то на показ, значит, он это не совсем искренне проявляет. Хотя там есть в реале некоторые моменты, да, что иногда на показ или иногда некоторые вещи от намерения на показ, иногда их нужно показать для того, чтобы, ну, как пример, да, такой момент, как пример, но опять же, какое ваше намерение? То есть, например, если, ну, если человек, например, не молится, да, и вы хотите его привлечь к молитве, да, то есть, обычно что-то, ну, постелил коврик, где-то можно в уголке помолить и всё, а если вот человек в окружении, например, вы хотите, чтобы он как бы видел, чтобы он это как-то обратил на это внимание, то лучше где-то это сделать вот именно в таком, ну, как-то около него поближе, да, чтобы человек как бы видел, что вот есть такое, и, возможно, он тоже присоединится или там задаст вопрос или ещё что. То есть это как бы может со стороны выглядеть как реаль, то есть такой напоказ, но, по сути, оно не таким не является. Поэтому здесь тоже важно вот это намерение. То есть если человек это делает ради того, чтобы привлечь кого-то, а не просто ради того, то есть одно и то же действие, оно может по-разному выглядеть или как бы расцениваться. То есть если цель была, чтобы привлечь кого-то к этому, это одно, а если цель была, чтобы показать, что я такой верующий, соблюдающий, молюсь, а ты тут такой как бы плохой, и смотри, вот я сейчас тут помолюсь, то уже одно и то же действие, смотрите, может быть по-разному расценено. Поэтому всегда какой-то поступок, нужно намерение делать правильно, и тогда оно будет и правильно, иншалла, положительно за него вознаграждение будет, а не наказание, как за то, что вы делали это не ради Аллаха Субтитра. Второе — это помни, что Аллах ведает о тебе всё, и Он узнает о том, что в сердцах. Помни об этом всегда и не переставай бояться великого и всемогущего Аллаха, и богобоязненность — это первая и основная причина искренности. Равны перед Ним те из вас, которые скрывают свои мысли и которые выражают их вслух, как равны скрывающие ночью и открыто действующие днём. То есть Аллах Субтитра, Он знает всё, что в сердцах, знает всё, что у человека как бы на уме. Но благо состоит в том, что если человек, например, даже что-то подумал и не сделал какое-то плохое действие, то ему за это будет хасана, то есть хорошее, что он не совершил это плохое дело. А если он совершил его, тогда ему будет одно плохое записано. А если он совершил хорошее вместо этого, то ему ещё будет многократно воздаваться за это. Поэтому следует проявлять такую искренность и понимать, что Аллах Субтитра, Он ведает всё, что в наших сердцах. Помни о том, как тщательно и строго следили за собой причастенники и познакомься с некоторыми эпизодами из их жизни. Однажды Рабиа заплакал, и его спросили, «Что заставляет тебя плакать?» Он ответил, «Внешняя рия, дела на показ и скрытая страсть. Люди перед своими учёными, как дети под маминым крылом, отстраняются от того, что они им запрещают и выполняют то, к чему они их побуждают». То есть вот такой пример. И Аш-Шааби сказал, «Ой, если бы я ничего не знал из этого знания, что приобрёл». Потому что знание, оно как бы обязывает. Некоторые знания человек думает, «Я не знаю, ну и всё». Но если у него есть такая уже возможность приобретать знания, то он её пренебрёг, то ему будет за это тоже минус, что он не воспользовался этой возможностью, то есть он пренебрегает мне. Но само знание, оно тоже, как она, она большая. Про это мы говорили уже ранее. То есть это настолько важно, чтобы его получить правильно, чтобы его передать. Поэтому, да, он как бы говорит, «Вот если бы я этого не знал, то есть насколько это такая ноша, это очень тяжёлая ноша, чтобы её правильно ещё передать». Суфиана Саури сказал, «О, если бы я не записывал знания, о, если бы я мог спастись от собственного знания, чтобы в судный день оно не стало свидетельствовать ни против меня, ни за меня». То есть опять же, вот насколько понятие здесь того, что знания, они большая амэн. «Помни, что знание зависит от поступков, поступки от искренности, а искренность приводит к постижению великого и всемогущего Аллаха». «Помни, что ты будешь спрощен за своё знание, которое может стать свидетелем против тебя, и тогда нет тебе удела, и нет тебе спасения вечной жизни, если только неискренность». То есть если только человек искренне приобретал это знание и следовал ему, передавал его, то это то, что его может спасти. Потому что знание — это вот такое как бы очень большая амэн. Аль-Хасан сказал, кто приобретает знание ради вечной жизни, тот получит её, а кто приобретает знание ради земной жизни, то из-за этого он и получит своё дело. Опять же, это раньше говорили. То есть если человек стремится ради каких-то мирских дел, он и получит то, что хочет. Если он это делает ради земной жизни, то он тоже получит это, как бы удел в... ну не земной, а вечной жизни, тогда он получит удел вечной жизни. И, возможно, как бонусом ещё и в земной жизни, да, то есть это возвеличивает знание, про это мы говорили тоже. И это, ну как бы двойная у него такая награда будет. В отличие от стремящегося только к благу в этой жизни, он её получит, возможно, а возможно и нет, и это будет единственное, что он получит. Как знание, которое в дела не превратилось, против тебя свидетельство станет. Так не найдёшь ты и прощения за то, о чём в неведении остался ты, не зная. А если же знание тебе было дано, не знай, то знай, что все слова находят подтверждение в делах того, кто их изрёк. Да. И последнее. Знай, если ты своим знанием стремишься не к Аллаху, то это говорит о том, что твоё сердце мертво. Аль-Хасан сказал, наказанием для учёного является умерщвление его сердца. Его спросили, а что значит умерщвление сердца? Он ответил, стремление к мирским благам, делами вечной жизни. Искатель знания, проверь себя и оцени, как оценивает себя тот, кто знает, что будет спрошен за свои поступки, вознаграждён за благодеяние и наказан за зло. Да. То есть каждый должен посмотреть на себя, оценить. И как бы знания, если они правильно получаются, искренне, они изменяют человека. То есть они побуждают к благому, если это благие знания, или наоборот, если это не такие. Но они как бы не оставляют равнодушным. Но если сердце человека уже прямо всё умерло, то никакие знания ему не помогут. Только возвращение к Аллаху спанатали, может это сердце оживить заново. И тогда вот эти зёрна знаний, они могут дать свои плоды. Иначе человек может просто, ну, как в, не знаю, копилку какую-то кидают, эти монетки, но пользы он от них не приобретает. То есть они просто вот там находятся, никаких плодов не дают. Хорошо, на этом закончим наш урок. Баракалагу фикунна. Мы закончили эту главу с вами. И, иншал, на следующий раз приступим к следующей. Субтитры создавал DimaTorzok